Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Ксения Ларина. Служба новостей продолжает работать для вас. И вот что мы приготовили сегодня. Сегодня мы с ними будем проводить собеседование. Они будут пробоваться на роли корреспондента в нашу телекомпанию. Дополнительное образование в условиях самоизоляции. Как преподавать тележурналистику дистанционно, рассказала наша коллега Татьяна Калиева. Карельским семьям с детьми до трех лет начали перечислять ежемесячные выплаты. Как подать заявку? Можно сделать следующим образом. Зайти на сайт регионального оператора. Здесь сразу же на первой странице будет вкладочка «Оформить договор». Приближается дачный сезон. Как садоводческим товариществом заключить договор на вывоз мусора в режиме самоизоляции? За минувшие сутки коронавирус обнаружили у пяти жителей Карелии. Это немолодая супружеская пара из Кондопоги, жительница Сегежа и два жителя Петрозаводска. Таким образом, по оперативным данным на утро 22 апреля в республике диагноз подтвержден в 35 случаях. Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии резко снизился индекс самоизоляции. Сегодняшнее расслабление может перечеркнуть все усилия предыдущего месяца, позволившие сдержать распространение инфекции и снять некоторые ограничения на работу. Также он подчеркнул, что в случае всплеска заболеваемости придется принимать все более жесткие меры, вплоть до отмены всех поездок на дачи в майские праздники. Поэтому руководитель региона еще раз настоятельно рекомендовал жителям не выходить из дома без острой необходимости. В сложившейся ситуации врачи вынуждены постоянно находиться в центре событий, связанных с коронавирусной инфекцией. Они, как и все остальные, нуждаются в поддержке и понимании. Психологическую помощь медикам Карелии готовы оказать специалисты семейного центра Вереск. Обратиться за помощью можно в группе ВКонтакте, направив заявку по электронной почте или по телефону, указанному на экране. Руководители карельских министерств и ведомств еженедельно будут проводить онлайн-вебинары с населением, отчитываться о проводимой работе и отвечать на вопросы граждан. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил глава Республики Артур Парфенчиков. Первыми на прямую линию выйдут вице-премьер регионального правительства Дмитрий Родионов и министр экономического развития Республики Олег Ермолаев. Онлайн-вебинар с их участием пройдет 23 апреля, начало в 12 часов. Ссылку на трансляцию опубликуют в официальном паблике Республика Карелия ВКонтакте. Также в эту пятницу 24 апреля глава Республики совместно с руководителем Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора ответит на вопросы о коронавирусе. Трансляция также назначена на полдень. Карельским семьям с детьми до трех лет начали перечислять ежемесячные выплаты. Соответствующий указ в начале апреля подписал президент России. Финансовая поддержка в размере 5000 рублей положена семьям, которые имеют право на материнский капитал или получат это право до 1 июля 2020 года. Помощь на каждого ребенка до трех лет предусмотрена даже в том случае, если средства по сертификату уже израсходованы. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в пенсионный фонд до 1 октября этого года. Мы поговорили по видеосвязи жительницы Петрозаводска, которая уже написала заявление и рассказала, как это сделать в период самоизоляции. Подать заявление можно в личном кабинете на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг. Другие документы предоставлять не нужно. Подробную информацию можно найти на странице Карельского отделения пенсионного фонда. Приближается дачный сезон. Как садоводческим товариществом начать его правильно и заключить договор на вывоз мусора в режиме самоизоляции, выяснила наша съемочная группа. В начале месяца глава Карелии разрешил жителям республики уезжать на дачу в период самоизоляции. Многие, естественно, воспользовались такой возможностью и отправились на свежий воздух. Не все задумались, как в этом случае поступить с мусором. А перед началом дачного сезона нужно заключить договор на его вывоз. С момента начала реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами делать это обязан каждый дачный кооператив. В условиях самоизоляции заключить такой договор можно дистанционно. Как объяснила заместитель директора автоспецтранса Анна Музылева. Это можно сделать следующим образом. Зайти на сайт регионального оператора. Здесь сразу же на первой странице будет вкладочка оформить договор. И здесь форма заявок. Проваливаемся в форму заявки для юридического лица садоводческого некоммерческого товарищества индивидуального предпринимателя. И выходит форма заявочки, которую необходимо заполнить. После того, как будут заполнены все графы в этой заявке, необходимо ее направить на адрес электронной почты. Она здесь в правом верхнем углу. В месяц стоимость этой услуги составляет всего около 30 рублей. И тем не менее договор заключила только треть кооперативов в регионе. Те, кто уже оборудовал площадки, признаются, что стало гораздо удобнее. Все довольны. Потому что единственное пришел, положил мусор. Спокойно здесь все чистота. Ни птицы, ни собаки, никто не разносит этот мусор никуда. Ну вот что смогли своими силами. Я думаю, в каждом кооперативе могут люди сами себе сделать. И будет хорошо. Стало намного, конечно, лучше. Стало чище. Люди перестали в лес носить свой мусор. Потому что у кого-то есть транспорт, кто-то может вывезти его в город. А у кого нет, он все за кустики, за деревья в лес. Выбрасывать мусор в лес неправильно. Это вредно для природы. Вывозить его в город тоже не стоит, так как нагрузка на контейнерные площадки возрастает. К тому же дачникам, которые подолгу остаются в деревне, могут сделать перерасчет по месту прописки. Для этого нужно взять справку у председателя садового товарищества и обратиться с ней в единый расчетный центр. Наталья Ильина, Иван Пахомов, Служба новостей. Ограничения на торговлю спиртным в Карелии останутся, пока не изменится эпидемиологическая ситуация в регионе. Об этом, а также о продлении лицензий на продажу алкогольной продукции в интервью нашему корреспонденту рассказал министр экономического развития и промышленности. Олег Ермолаев. Напомним, с начала апреля спиртное на территории республики можно приобрести в магазинах строго с 10 до 16 часов. На уровне правительства Российской Федерации принято решение об автоматическом продлении лицензий по торговле алкогольной продукцией. Как для точек розничной торговли, так и для предприятий общественного питания, соответствующие сведения направлены в систему ЕГАИС. И уже сейчас можно зайти и проверить срок действия своей лицензии. Новые бланки лицензий также не нужно получать. Все лицензии, которые были со сроком окончания до конца 2020 года, на год продлятся автоматически. Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится, то будут, конечно же, послабления и в режиме самоизоляции. И мы вернемся к прежнему режиму торговли алкогольной продукцией. Жители Приладожья бесплатно осваивают новые профессии. Петровский дворец открыл набор на программы дополнительного образования. А клещи в Карелии открыли сезон охоты. Об этом не только. Расскажем коротко. 17 апреля в ЦИОМ провел вопрос о намерении россиян принять участие в общероссийском голосовании по поправкам Конституции. Готовность прийти на участки заявили 66% опрошенных. По оценке экспертов, если бы голосование состоялось 22 апреля, то явка составила бы от 52% до 54% от числа граждан, имеющих право голоса. При этом за поправки проголосовали бы от 67% до 68% участников. К середине мая 15 безработных жителей Приладожья бесплатно освоят новые профессии. Дистанционное обучение проведут специалисты Центра занятости. В Петровском дворце открылся набор на курсы дополнительного образования. Онлайн-запись доступна в группе учреждения в социальной сети ВКонтакте. Злоумышленники похитили четыре десятка плит, которыми вымощена пешеходная дорожка в Соломинском парке. Ущерб оценили в 4000 рублей. С начала года 16 человек обратились за помощью в медучреждение Карелии из-за укусов клещей. В трех случаях обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза. Кемского школьника обнаружили на льдине, плывший по течению в Белое море. Спасатели доставили ребенка на берег. Кружки и секции продолжают работу в условиях самоизоляции. В Петрозаводске воспитанники детско-юношеского центра, как и прежде, учатся тележурналистике. Но теперь делают это дистанционно. Что изменилось для педагогов и понравились ли детям такие занятия, узнала наша съемочная группа. Пока ученики подключаются, сотрудник службы новостей, педагог дополнительного образования по программе тележурналистика Татьяна Калиева рассказывает, как будет проходить урок. Сегодня мы с ними будем проводить собеседование. Они будут пробоваться на роли корреспондента в нашу телекомпанию. Вот такое у них задание. Возможность попробовать себя в роли работодателя и расспросить будущих коллег выпадает нечасто. Поэтому мы тоже задали ребятам пару вопросов. А вот сколько времени вам на подготовку нужно? Вот предположим, до съемки остался час. Вы успеете хотя бы какую-то основу для себя выделить? Ну, я считаю, что час достаточно время. Потому что, ну, самое основное узнать о том, что ты собираешься снимать, можно за это время. В группе тележурналистика 13 учеников. На уроках присутствуют не все, но на это есть уважительная причина. Сроки сдачи школьных заданий у ребят разные. Бывает, что важный тест и занятия выпадают на одно время. Поэтому на опоздавших не обижаются, а пропустившим подсказывают. Не забывают и про непринужденную атмосферу, которая помогает отвлечься от уроков. Здесь все-таки более размеренная обстановка. Все-таки от тебя не требуют, от тебя не требуют не ошибиться. Ты можешь ошибиться спокойно, и тебе ничего за это не будет, в общем. На базе детского и юношеского центра есть целая студия с инструментами для обучения тележурналистики. Камеры, свет, звук. Правда, туда сейчас не попасть. На самоизоляции в арсенале будущих корреспондентов оказались лишь телефон и компьютер. Но это наоборот. Даже подогревает их интерес к профессии. Пока. Эдуард Турмара, Дожидаев, Иван Пахомов, Служба новостей. Сегодня в рубрике «Вопрос о коронавирусе», которую наш канал ведет совместно с информагентством Республика, мы зададим новый актуальный вопрос. Ответит на него начальник управления Организации медицинской помощи Минздрава Карелии Андрей Петровский. Можно ли принести коронавирус из магазина на пакетах или упаковках продуктов? По данным исследований, вирус способен сохранять жизнеспособность на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Все зависит от материала, температуры, влажности и других условий. Если есть подозрения, что на какой-то поверхности может присутствовать вирус, обработайте ее обычным дезинфицирующим, не спиртосодержащим средством. Кроме этого, не забывайте обрабатывать руки и мыть их смылом. Не прикасайтесь к глазам, рту и носу. О главных новостях сегодня вам рассказали Ксения Ларина и Служба новостей. Не забывайте о самоизоляции, будьте здоровы и всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok